Чем больше школьники будут знать о разных профессиях, тем осознаннее будут подходить к выбору своего жизненного пути. В Кировской области стартовал конкурс творческих работ, призванный повысить престиж рабочих профессий. Экономике страны нужны грамотные и увлеченные своим делом молодые рабочие. А выпускники школ стремятся поступать только в вузы. Убедить школьников и их родителей, что учеба в колледже тоже может стать путем к успешной жизни, непросто. Система в России, в Советском Союзе подготовки рабочих кадров была уникальная и неповторимая. Но с удовлетворением я воспринял материал в российской газете, который прошел где-то месяца два назад, целая полоса. Впервые за всю историю центральная пресса посвятила полосу на своих страницах проблемам подготовки рабочих кадров. Школьники почти не знают, какие промышленные предприятия работают в нашем городе и области. Где существует перспектива профессионального роста и достойные условия труда? Престиж рабочих профессий падает и падает с быстротой неимоверной. И в разговоре в школах, с учащимися школ 9-10-11 классов, все меньше процент ребят хотел бы пойти получать рабочую профессию, получать техническую профессию. Областной конкурс творческих работ «Мой выбор. Рабочая профессия» объявлен для школьников с 7-го по 11-й классы и учащихся НПО и СПО. Возможно, он поможет тем, кто еще не решил, кем быть, сориентироваться в многообразии профессий. Темы работ «Человек труда», «Кузница кадров», «Моя будущая профессия» и «История промышленных предприятий области». Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и авторским коллективом, который предполагает количество не более двух человек. Жанры, которые предусмотрены для этого конкурса, это сочинения, эссе, рефераты, презентация компьютерной, не более 25 слайдов. И любой из этих видов работ может быть отчасти выполнен в стихотворной форме. Работы можно выслать до 15 сентября электронной почтой или принести по адресу Киров, улица Романа Ердякова, 23-2, Институт развития и образования. В конце сентября экспертный совет конкурса выберет победителей, которые будут награждены грамотами правительства Кировской области и ценными подарками. Валентина Палкина, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.